С нами сегодня Андрей Кузьмичев, первый заместитель генерального директора компании Ру-Центр Региональный сетевой информационный центр, скажем так Привет, Андрей Привет Расскажи, пожалуйста, почему такое сложное название у Ру-Центра? Есть простой Ру-Центр, а есть вот это региональный сетевой Да, и есть еще НИК РУ, который Network Information Да, Network Information Center, да, традиция такая Это историческая дань, и берет она начало в основании Рунета Когда система регистрации была нераспределенной, была фактически единой Когда регистратор, координатор и технический центр были фактически одной сущностью внутри Рос-Нейрос И на момент разделения этого всего независимой сущности за Ру-Центром Осталось название РСИЦ или ник.ру Вообще, исторически, ник.ру, название зоны, это принадлежит домен координатору Да, регистратору обычно Да, да, да В этом смысле у нас такая вот Историческая приемственность от Рос-Нейроса От Рос-Нейроса, да, и три бренда, с которыми приходится как-то жить одновременно И как жить с тремя брендами? Слушай, а, все привыкли, кто давно знаком, у новых вызывают вопросы Часто возникает путница между ник.ру, рег.ру, и люди вообще не очень это разделяют Зарубежные партнеры часто думают, что мы в силу домена ник.ру регистратора, домена.ру При этом у нас в рамках программы NewGTLD есть домен.ру.центр Который мы сейчас используем для внутрикорпоративного портала и внутренней всякой коммуникации Как ты пришел вообще в отрасль? Как занялся историей, связанной вообще в принципе с интернетом, а потом с регистрацией доменов? Ну, с интернетом мы со школьной, наверное, со студенческой скамьи Началось все с компании C-Boss телекоммуникационной, оттуда Яндекс, там почти 5 лет Затем позвали перезапускать Rambler, когда он объединялся с Афишей Дальше туда пришел Алексей Леонидович Мамут и команда менеджмента переместилась в РБК На тот момент в структуре РБК уже был Рудцентр вместе с R01 и SpaceWeb, хостинг-центром, Питерхостом Вот, и какое-то количество времени проработал в РБК Разбирались с развлекательными активами медиахолдинга И дальше родина призвала в Рудцентр Это было 6,5 лет назад Вот, и с тех пор домены плотно вошли в мою ежедневную жизнь Здорово! И как тебе с этими доменами живется? Слушай, ну, я помню прекрасно первые дни, когда это было погружение нон-стоп Слом парадигмы И оказывается, что за просто каким-то набором букв в интернете Стоит огромная индустрия с большим количеством людей, с большим количеством сторон со своими интересами В последние годы еще государство сильно подтянулось ко всему этому Это, конечно, свой мир, который захватывает и в котором 20 лет пролетают как за один день Прошлый год был достаточно сложный со всех точек зрения А как он отразился вообще на работе вашей компании? Ты знаешь, люди, которые повидали разного, они все говорят, что кризис – лучшее время для того, чтобы пробовать что-то новое И в этом смысле, ну, если говорить сухо про бизнес Ру-центр, все хорошо Но при этом вот это вот локдаун, переделка, переломка сознания в сторону дистанционной работы Она, конечно, на многое повлияла Первая и ключевая история мы для себя решили и будем придерживаться дальше некоторого гибридного формата работы Когда большая часть сотрудников работает дистанционно из любой фактической точки мира При этом офис превращается в некоторое такое пространство для встреч, сложных разговоров, каких-то брейнштормов Или кворкинговое пространство, куда иногда хочется выбраться Но вместе с этим мы стартовали дистанционный найм И расширили круг городов, в которых мы ищем людей на всю Россию Сейчас уже порядка 15% сотрудников не из Москвы Третья история Мы сильно сдвинулись в цифровизации как внутри, так и в отношениях с клиентами Если в 2018-2019 году, когда мы стартовали электронный документооборот, это, наверное, был предел мечтаний Сейчас мы смотрим в сторону электронного взаимодействия с клиентами по всем вопросам В том числе смены администратора, смены регистратора При этом, понятное дело, особое внимание уделяем безопасности этого всего добра Вот, в общем, такая интересная встряска Но, оглядываясь назад, год был успешный, год был интересный И мы с оптимизмом смотрим в будущее Просто оно теперь другое Видишь ли ты какие-то интересные, может быть, положительные тенденции в развитии российских национальных доменов РУ и РФ? Слушай, будущее, как всегда, туманное и непредсказуемое Если, не знаю, в начале прошлого года мы прогнозировали одно будущее, то уже в марте поняли, что оно точно будет другим В этом смысле домены и инфраструктура интернета – это, в некотором смысле, функция и следствие от состояния экономики, от бизнесов, которые появляются Потому что отдельные сайты, как домашняя страничка какая-нибудь у физического лица, они все-таки ушли в сторону социальных сетей И сейчас, даже если это персональный сайт, наверняка он так или иначе связан с бизнесом, который человек ведет от своего бренда, от своего имени Тем самым за подавляющим большинством сайтов стоят бизнесы Если глобально количество юридических лиц в России последние годы плюс-минус стабильно То и национальные доменные зоны как функции от этого стабильны Ты просил про хорошее, но я еще, наверное... Да, расскажи обо всем Много говорят про социальные сети, маркетплейсы, вот это все Да, да, сейчас для того, чтобы получить этот онлайн-презенс, быть онлайн и онлайн общаться с клиентами, сайт перестает быть обязательным Для старта абсолютно точно достаточно аккаунта в Инстаграме, странички ВКонтакте Или присутствия на маркетплейсе вообще без своего собственного сайта Но что мы видим? Как только бизнес начинает чуть расти и ему становится тесно в рамках одной платформы Сайт – это обязательная история, которая появляется Почему? Потому что не все есть в Инстаграме, не все пользуются Wildberries И в этом смысле для того, чтобы при этом все умеют пользоваться поиском И сайт, как логичное продолжение поиска, он дополняет онлайн-присутствие А для среднего и крупного бизнеса является обязательной историей Что будет через 10 лет? Хороший вопрос Наверное, мы как-то по-другому будем думать все про присутствие в онлайне И онлайн тоже, наверное, поменяется Но в горизонте ближайших 3-5 лет вряд ли что-то драматически радикально поменяется Рост будет или падение? Я думаю, что если макроэкономика в стране будет в том же состоянии, в котором сейчас Мы будем наблюдать стабильность Потому что мы традиционно смотрим на количество доменов в зоне При этом ты прекрасно понимаешь, что у домена есть жизненный цикл Приличное количество доменов, порядка полутора миллионов в год появляется И приблизительно столько уже ежегодно исчезает Но вот этот объем доменов, который продляется Последние почти 8 лет находится в диапазоне 3 миллиона 200 тысяч, 3,5 миллиона И вот он в нем, это ядро Будет ли оно расти в ближайшие годы? Вряд ли Будет ли оно падать в ближайшие годы? Вряд ли Вот как-то так я смотрю Это, наверное, неплохо, что оно не падает Но, наверное, вопрос ко всем нам Что надо делать, чтобы бизнес появлялся в интернете И раз, и второе, чтобы бизнес рос в стране Уже 11 лет назад появился домен.рф Ты фактически застал его становление, развитие И утряску его на рынке Какое сейчас, на твой взгляд, рыночное место для домена.рф? Какую нишу он занял? И будет ли он менять эту нишу? Будет ли его больше тоже? Или так же будет оставаться в стабильности? С доменом РФ интересно На старте это был абсолютный бум, абсолютный успех И до сих пор это один из лучших IDN доменов в мире И это абсолютная заслуга координационного центра И регистраторов в том числе И, конечно, государства Потому что такой старт во многом получился Благодаря активной роли государства И участию При этом, как всегда, всю отрасль Очень у нас любит мерить количество доменов При этом, как-то, все мясо, оно лежит внутри Если посмотреть на структуру доменов Структуру владения И структуру использования Оказывается следующее Что на старте большое количество доменов Так или иначе оказалось у доменных инвесторов Которые регистрировали домен на себя С целью их последующей перепродажи Что мы сейчас видим? Что доля розничных владельцев С одним-двумя доменами Она монотонно растет Постоянно При общем снижении количества доменов Которое произошло После поднятия стоимости В 2017 году Это значит, что доля честной розницы растет Это первое Второе Когда по стране ездишь Особенно в этом году Много мы по стране все ездили Все больше и больше вывесок С кириллическими доменами Во многих случаях Написание кириллицей Намного понятнее, чем латиницей Написать, не знаю, русский борщ Ну или украинский борщ Кириллицей и латиницей Это совершенно два разных упражнения В этом смысле у РФ, конечно, есть своя ниша Конечно, есть огромный потенциал Проникновения И в первую очередь За счет регионов Нежели столиц Да, есть, наверное, сейчас Какие-то еще технические моменты Которые много сдерживают развитие В частности Полноценные почтки В кириллических доменах Но в этом смысле Координационный центр Вместе с Много занимаются этим вопросом И сейчас там отдельный вообще Такой активный трек Взаимодействие с разработчиками И с пользователями И с порталами Это все приведет к тому Что рост будет В этом смысле У РФ Нормальное, здоровое Развитие впереди Андрей, расскажи, пожалуйста Как сейчас обстоят дела На вторичном рынке Регистрации доменных имен Как вообще он устроен И какие на нем тенденции Ну смотри Вторичный рынок Я бы его сразу делил На два куска больших Первый Это перехват Освобождающихся доменов Если текущий владелец Его не продлил На следующий период Домен освобождается И большое количество Регистраторов В интересах своих клиентов Пытается его Зарегистрировать Как свободный Это одна часть Вторичного рынка Вторая часть Это сделки Купли-продажи Доменных имен С точки зрения Регистратора Это смена администратора Ну а с точки зрения Сути деятельности Продажи домена Вот если говорить Про перехват То История напряженной Становится Если посмотреть То Среди Уже, мне кажется Почти ста Регистраторов Доменов Я думаю Скоро мы к этой цифре Дойдем Приличное количество Регистраторов Создано Только для того Чтобы участвовать В перехвате Освобождающихся доменов Все сделано В соответствии С правилами И всем Всем Но я не исключаю Что В какой-то момент Подобная практика Может привести К нарушению устойчивости Системы регистрации Как с точки зрения Количества регистраторов Так с точки зрения Затрат на Их аккредитацию Ежегодный аудит Их деятельности Так и с точки зрения Все большего и большего Количества Запросов К реестру В часы Перехвата Все это фактически Паразитная нагрузка Поэтому Моя позиция В этом смысле Что Те правила Которые были приняты Лет 15 Наверное Одиннадцать Может быть Они сейчас уже Перестали быть актуальными И на вторичном рынке Должны произойти изменения И мы Или сами Как Внутри отрасли Сможем про них договориться И воплотить Или Они придут С неожиданной стороны Вот Что касается Рынка Купли-продажи Мы на нем Сейчас выполняем Фактически Функцию брокера Когда помогаем Продавцу Найти покупателя Покупатель Найти продавца Договориться о цене И безопасно провести сделку Что мы видим В этом смысле Был интересный Прошлый год Когда С октября Ноября Начался рост Количества сделок На вторичном рынке Которые проходят Через нашу площадку Я это связываю с тем Что какое-то количество Бизнесов В начале пандемии Появилось в инстаграмах Маркетплейсах И уже к октябрю Ноябрю Поняли Что цифровое присутствие Это для них важно И пошли В создании Сайтов И им потребовались имена Вторая история В целом Год к году Кажется Что количество сделок Не растет Не падает На вторичном рынке Но Средний чек За последний год Вырос процентов На 15-20 При этом Это продавцы Хотят А покупатели платят Если брать Только Магазины Лоты Которые выставлены В магазине доменов Там цена Выросла Процентов На 30-35 Вот такая Медианная При этом 21-й год Сколько 4 месяца Прошло Он стал Рекордным Для нас Как для площадки Которая помогает Совершать сделки С точки зрения Самых дорогих Сделок Две самые дорогие Сделки За всю историю Прошли в январе И феврале Обе были 10 плюс миллионов На обеих сделках Крупная компания Выкупала Домену Физлица Домены Старые С большой историей Вот При этом Большое количество Еще сделок В диапазоне 3-7 миллионов Вот То есть Деньги есть Активность есть Движение есть И наверное Еще важный тренд Все больше Крупных сделок Проходит Или в белую На площадках Когда продавец Фактически Мы как агент Продавца Выступаем Выплачиваем За него налоги А те сделки О которых Я слышу Почти всегда Сейчас Проходят С документальным Оформлением С ИП И с выплатой Налогов И в этом смысле Вот какой-то Такой долгосрочный Тренд за последние годы Который произошел На вторичном рынке Это его обеление Правильно ли я услышал Что На рынок Стали выходить Домены Которые Много лет Были В загашнике Фактически И старые Администраторы Доменов Которые много лет Их держали У себя Каким-то образом Переуступают Возмездно Своё право Администрирования Не повлияла ли На это пандемия Вообще Интересный Сейчас тренд Да И наверное Тоже Ко вторичному рынку Относится К сожалению Уже не первый случай Происходит Когда владелец Достаточно крупного Портфеля доменов Погибает И в этом смысле В полный рост Встают вопросы Наследования В этом смысле В полный рост Встает вопрос Распродажи Или разовой продажи Всего портфеля Доменов Также Отвечая на твой вопрос Мне кажется Что сильно влияет Ещё и сервис Брокера Который запустили Все крупные Регистраторы Когда клиент Если он Не может Достучаться Сам До владельца Домена Обращается К брокеру И мы Всеми доступными Способами В том числе Отраслевыми Связями Знакомствами И прочим Пытаемся Состыковать Владельца С покупателем И вывести Их на сделку Мы точно Видим Что Есть какое-то Количество Доменов Которые лежат В загашниках Не выставлены Нигде Администратор Не отвечает На запросы В хуиз Но Брокер Позволяет Достучаться До него И вывести Его на сделку Это все Нормальный Здоровый Процесс Обеления И взросления Вторичного рынка Как раз О регистраторах Поговорим И о взрослении Вот У вас Одна из крупнейших Компаний В прошлом Совсем крупная Сейчас как-то На рынке Появляются Еще крупные Игроки А вы примерно На равных С другими действиями Насколько Вообще Сильна Конкуренция Между регистраторами И Заклятые ли вы Друзья Мы Заклятые партнеры Заклятые партнеры Смотри Ну если говорить Вот В лоб У нас Как всегда Есть проблема В разговоре Про рынок Мы его традиционно Меряем Количеством доменов Я считаю Это в корне Неправильным Потому что За большим Количеством доменов Может быть Очень разная Клиентская база Например Есть регистраторы В которых Сотни тысяч доменов И Десятки Администраторов По количеству Если просто посмотреть Есть Не знаю Руцентр Регру Но при этом Если посмотреть По структуре Новых регистраций Через каких Регистраторов Происходит Регистрация Новых доменов Есть чудесная Компания В Санкт-Петербурге Бегет Изначально Хостинговая компания Потом стала Доменным регистратором Сейчас Количество новых Ежемесячных Регистраций В домене Ру У Руцентра У Бегет Сопоставимо Процентов Наверное На 30 У Руцентра Выше Чем у Бегет Но Это компания Которая Регистратором Стала Три года Назад И в этом Смысле Конкуренция Очень большая Я не могу Сказать Что сейчас Есть Явные лидеры И больше Никого Я Абсолютно Точно Не могу Сказать Что Есть Какой-то Огромный Руцентр Или Огромный Регру А у всех Других Нету Шансов Бегет В этом Смысле Отличный Пример Таймвеб Отличный Пример Натхаус Хороший Пример Это Все Компании Которые Делают Свой Продукт Которые Стали Регистратором И Которые Показывают Рост Сейчас Которые Центр Активно Занимается Продвижением Такого Понятия Как Универсальное Принятие Это В том числе И почта Полностью На кириллице Что до собаки Что после собаки Это И возможность Принятия Интернационализированных Всех адресов И доменов И всего прочего В любых Других сервисах В интернете То есть Чтобы интернет Магазины Могли Использовать Для авторизации Например Такие Емейл адреса Или что-то еще Подправлять на них Уведомления Какие-то На свой взгляд Насколько Это сильно Усложнит Жизнь И Правильно ли Это Правильен ли Это путь Всеобщей Интернационализации Расцветания Всех цветов И там Научение Интернета Говорить Аж Чуть ли не На клингонском Языке Вот На твой взгляд Ну смотри Я не могу сказать Что я Ярый фанат Домена РФ Но я правда Считаю Это Востребованная Штука У которой Есть большое Будущее Мы Какое-то Количество Времени Назад В браузере Домена РФ Отображались Пуни-кодом Сейчас Я не знаю Я давно Очень не видел В браузере Отображение В пуни-коде Мне кажется Уже даже Фейсбук При шаринге Тоже его Стало нормально Показывать Но я не уверен В этом смысле Как Илья Сигалович Говорил Первое Прогресс Неостановим Второе Все равно Ничего Работать не будет В этом смысле Мы постоянно Находимся В этом кругу Когда Мы двигаемся Вперед Постоянно Обо что-то Спотыкаемся Постоянно Где-то Есть какие-то Сложности И в этом смысле Мне безумно Нравится Вот эта Инициатива Координационного Центра И Айкен Про Продвижение Интернациализма Айдин 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 Нравится Это долгий Тернистый Путь Неблагодарный Потому что Как всегда Проблема Курица И яйца Зачем мы будем Это делать Если никому Не нужно Мы не будем Потому что Это нигде не работает Зачем мы это будем делать Если это Пессимизирует Впечатление Нашей компании Если что-то Не работает Говоря словами Сигаловича Вот И в этом смысле Прогресс Не остановил Я думаю Что мы Конечно Придем К этой истории И на самом деле Китай Индия Одни из самых Растущих Рынков Там Может быть Даже Десяток Идиен У каждого Есть И в этом Смысле Они тоже Конечно Будут Драйвером Переделки IT Софта Потому что Это большие Рынки С точки зрения Сбыта IT Софта Если он Условно Не поддерживает Национальные Домены То На этих рынках Ему Сложнее Будет Вот И в этом Смысле Глобальное Сообщество Все равно Победит Говоря Говоря о глобальном Сообществе И зарубежном Рынках Руцентр И зарубежные Рынки Это Перспектива Работаете Выходите Часто ли вы Выходите За границей Российской Федерации И в ту же Азию Ну смотри У нас Большое количество Клиентов Глобальных Брендов Которые Хотят Иметь Домен Ру Не знаю Любой Возьми Google Ру Nike Ру Там Почти Всегда Регистратором Является Кто-то Из наших Североамериканских Реселлеров Партнеров Регистратором Домен Ру Центр При этом Ты прекрасно Видишь Усиление Роли Государства В интернете Его желание Контролировать Инфраструктуру Интернета И В этом Смысле Насколько Российские Компании Сейчас Защищены От возможного Прихода Суда Крупного Возребежного Игрока Настолько Нам Самим Сложно Выйти В Не знаю В те же СНГ Потому что Мы прекрасно Видим в Казахстане Про хранение Данных На территории Про домены Должны быть делегированы На территории И в этом Смысле Приходит Зарубежная Компания Наверное Не очень важно Она российская Или не российская Ну зарубежная На которую У тебя нет Прямого Влияния На территории Страны И занимает Какую-то Значимую Долю На Рынке Инфраструктуры Национального В данном случае Казахского Интернета Вот В этом смысле Это Такая Немного Сложная История Вот Поэтому Пока Мы Наверное Так Это Аккуратно На это Все Смотрим Понятно А Что для тебя Лично Круче И важнее Глобальный Интернет Как сеть Сетей Или Рунет Особенно В той его Суверенной Части Про которую Говорит Государство А Третий Вариант Предложу Мне Нравится Заниматься Бизнесом Растить Компанию Как в терминах Клиентов Так и в терминах Денег И в этом Смысле Рунет Это Возможность Глобальный Интернет Это Возможность Это Вот Такой Ответ Хороший Ответ Да Засчитывается В этом Смысле Наверное Рынок Оказывает Какое-то Влияние На все Это Но Как делать Успешный Бизнес В тех Ограничениях Или в тех Возможностях Которые Появляются Вот это Круто Некий Челлендж Так Так мы Еще не Пробовали Да Здорово Хорошо Скажи Пожалуйста Что для Тебя Вот эти Прошедшие Годы Что ты В отрасли Для тебя Лично Координационный Центр И что Бо ты Хотел Пожелать Координационному Центру В год В 20-летие Мы с тобой Начинали Историю Некогда Координационный Центр Руцентр И технический Центр Интернет Были Единой Сущностью И во многом Руцентр Кузница Кадров Для отрасли Сейчас Координационном Центре Много Наших Бывших Коллег Из Руцентра И Все эти Годы Руцентру 20 лет В прошлом Году Координационному Центру В этом Году Все эти 20 лет Мы Были Добрыми Партнерами Которые Во главу Угла Ставят Развитие Российского Доменного Пространства Занимаясь Этим С разных Сторон И в этом Смысле Я хотел бы Пожелать Не только Координационному Центру А всем нам Троим Включая ТЦИ Сохранять Надежные Партнерские Отношения Во благо Российского Интернета Пользователей Домена Ру РФ И всего Такого Спасибо Андрей Спасибо С нами был Андрей Кузьмичев Это Координационный Центр Оставайтесь С нами Всем пока Пока